Немножко устали от такого ритма общения, имея в виду наши тела. Но я думаю, что внутри у каждого, может быть, переживает и усталость, и наряду с тем переживает и благословение от наших общений. Правда? Слава Господу! Потому что Бог решил сделать для нас с вами некоторую такую купальню. В общении само по себе всегда очень прекрасно. Тем более, когда собираются труженики, когда собираются, я всегда говорю, как, значит, сказать, может, не совсем уместно, активисты, костяк, когда собираются ревностные, когда собираются те, которые в своих сердцах положили служить Господу. И мы с вами пропели прекрасный псалом, и он очень хорошо ложится на сегодняшнюю нашу тему. Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности, в надежде, оказывал такую же ревность до конца. И мы с вами пропели «Вперед, вперед, Господь зовет». Друзья мои, знаете, и как о чем уже повествует Павел, и мы слышали, братья делились в ходу конференции, что здесь Павел обращается к верующим людям, к Церкви Христовой. И он говорит, впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии, и держитесь в спасении, хотя и говорим так. И эти сердца, эти души, эта церковь, они находились и служили, они ревновали. Но Библия говорит, важен не начало пути, а конец, правда? И Павел, как заботящийся, как поставленный на дело служения, он привязывает заботу и говорит им, желаем, чтобы каждый раз в совершенной уверенности, в надежде, оказывал такую же ревность до конца. Друзья мои, и Слово Божие говорит, здесь же к евреям Павел говорит такие слова. В сессии, говоря о Авеле, о Инохе, о Ное, о Аврааме, о Исааке, о Саре и о других, он говорит, все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог их не стыдится, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали остря меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаны и подвергаемы пытками, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все свидетельственные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. И, Павел, я упустил те стихи, которые перечисляют о Иосифе, о Моисее и о других мужах веры и жен веры, которые своей жизнью дали пример, и которые своей жизнью показали, что они сохранили свою ревность или, другими словами, старательность, сохранили до конца, невзирая на обстоятельства, невзирая, как жизнь их складывалась, они сохранили свою веру и упование до конца, потому что знали, что Бог приготовил им нечто лучшее на небе, слава Господу! Он приготовил им город, который является художником и строителем сам. Слава Господу, друзья мои! И мы можем вспомнить, можно было сюда других примеры жизненные и библейские приложить. Это Седраг Мисаха и Авдинага. Знаете, я вот сегодня, вчера немножко перечитывал, и очень интересно, друзья мои, я бы даже почитал, это выше какое-то дерзновение. Это, может быть, в глазах царя было дерзостью, когда он призвал им и говорит, как только услышите, поклонитесь! И почему вы не желаете? Да, но, он сказал, нет нужды нам отвечать тебе на это! Мы можем представить, мы можем представить, друзья мои, вчера братьям, и брат Ричард немножко делился и говорил, а братья, которые прошли узы, над которыми издевались, которым предстояли власть имеющими, и мы можем поставить, что они стоят пред царем, и он им сказал, если не поклонитесь, в печь пойдете. И эти люди, эти души, эти сердца, эти мужи веры, они отвечают так, нет нужды нам отвечать тебе на это, как будто стоят перед дворником, которых остановил у царского чертога. Они стояли перед тем, которым только можно пальцем показать, и их не станет, и они это понимают. Но у них что-то в сердцах было, у них внутри что-то было, другое, то, что не смогло сломить их, ни устрашение ситуации, слов царя, ни огненная печь раскаленная, у них было упование, у них была ревность по Боге, у них была старательность, они искали лучшего, и знали, что Бог им приготовил славу Иисусу. И они сказали в их своих словах, силен Бог избавить от руки твоей. И оно, если даже не так, то мы не поклонимся тебе, не поклонимся твоему истукану, друзья мои. И Слово Божие говорит, чтобы мы взирали на этих людей, и такую же ревность оказывали до конца. И, друзья мои, именно сегодня, мы именно избрали этот стих на эту конференцию в этом году, именно этот стих, было много предложений, мы завершили, друзья мои, но мы увидели, что это очень важно к нам, потому что, друзья мои, сегодня мы трудимся, и у нас сегодня, какая конференция? Девятая конференция. Мы трудимся, и мы видим в этом благословение в нашем регионе, и слава Господу! Но Слово Божие говорит этим людям, которые трудились, стояли в вере, чтобы они такую же ревность оказывали до конца, друзья мои, до конца. И вот сегодня мы пришли на это место, приехали найти три дня, может, кто-то на четыре останется, друзья мои, и мы можем отнести эти слова к нашей конференции, чтобы мы с вами ревностными, старательными, как в словаре Ожогова написано, разъяснение этого слова ревности, одно из значений, старательным, чтобы мы были сегодня старательны, все записать, я вижу, что многие из вас записывают, чтобы не упустить какие-то слова, какие-то наставления, старательными до конца, друзья мои. Но как будет, если кто-то в середине конференции устанет, сядет в уголок и уснет? Он что-то потеряет, друзья мои, да? Я думаю, что он много потеряет, но, слава Господу, и среди нас я такого не видел. Поэтому, друзья мои, это примирительно ко всей нашей жизни. И мы видим пример, что эти люди, они скитались, что эти люди, кто-то чудным образом спасался из рук губителей, они побеждали, написано, но кто-то не получил освобождения, кто-то был побиваем, и для них это было до конца, кто-то торжествовал, что Бог прославился, и они вышли победителями, а кто-то сложил свои головы из жизни. И это для них означало до конца, друзья мои. И сегодня Слово Божие говорит, чтобы и мы, взирая на эти подвиги, чтобы и мы, брали на пример, и до конца сохранили свою верность, приумножили свою верность Господу, друзья мои, зная то, что Бог приготовил нам нечто лучшее. Слава Господу! Лучшее, что здесь может быть? Лучшее то, что сегодня нам верено. Бог приготовил нас, и поэтому, Слово Божие говорит, мы от многого отказываемся, и поэтому мы многое пропускаем. Именно поэтому, друзья мои, мы сохраняем себя в этом мире, потому что знаем, что все, что на земле, оно пройдет. Наши труды, наше служение, оно дано здесь временно, но мы это делаем ради того, чтобы однажды быть с Ним. Слава Господу! И в этот день, в этот день, мы с благодарными сердцами обратимся к Господу, чтобы Он благословил нас, благословил и сегодняшнее наше общение. Вы знаете, если сказать, я не хотел бы, чтобы оно вообще кончалось. Брат Ильич, сдай билеты, братья, останемся, будем еще общаться, потому что очень прекрасны эти общения, правда? Потому что Дух Святой, Он особо нас посещает, потому что Бог особо нас благословляет, когда мы собираемся, но Он это делает именно для того, чтобы мы до конца были верными, как поем в Салме, на фаворе побудем и снова пойдем за Господом мимо вражды. Это фавор, который Бог нам дал в трех днях, слава Господу! Я вообще вчера с братьями с кем-то ехал, по-моему, вчера или поздравляю домой, и говорю, братья, а, брат Женя говорит, брат Женя говорит, надо же, чтобы брат Ильич к нам еще приехал в Сибирь. Я говорю, брат мой, да это равно чуду, что он сейчас приехал, потому что, друзья мои, я в 15 лет верующий, это первый раз случилось, поэтому самое минимальное это может быть через 15 лет, наверное, друзья мои, потому что в Сибирь всегда все дольше, знаете, видать дальше, и холодно, и не знаю почему, но до Сибири всегда меньше чего доходит. Так оно и есть. Может быть, потому что раньше вас ссылали, и боятся Сибирь, не знаю, но зная просто брата Ричарда, что у него много служений, и он еще, когда мы договорились, он говорил, что надо молиться, и я, во-первых, у меня есть старший, и есть труды, и уже есть графики на год, которые расписаны, поэтому не так все просто, друзья мои, поэтому этот фавор дал нам Господь, друзья мои, мы должны понимать, этот фавор дал нам Господь, и именно чтобы мы с вами сохранили ревность, чтобы некоторое подпитание, благословение, может быть, исправление, в эти дни оно совершилось Духом Святым в нашем сердце, друзья мои, и мы должны это осознать, это драгоценные минуты, это дорогие минуты, мы об этих минутах будем вспоминать еще долго, друзья мои, и может быть, они не повторятся, мы не знаем ни дня, ни часа, но это дорогие минуты. Когда я учился в семинарии, знаете, нам там говорили, служители говорили, вам Бог дал драгоценное время, что вы могли оставить свои семьи, заботы, работы, и 8 месяцев иметь общение, молитвы, вне кое-что Божье, вы будете вспоминать, и поэтому отнеситесь к этому времени очень, очень скорпулезно, не растрачивайте его там в игру, на лыжах кататься, или гулять, или что-то праздно проводить, вы это будете вспоминать, знаете, и действительно, я думаю, для меня вообще, как для семейного человека, это тоже было чудо, чтобы меня от всего, Бог избавил от всех забот, и я 8 месяцев мог молиться, нуждаться, общаться с служителями, друзья мои, это дорогие минуты, и я понимаю, что в жизни больше для меня этого не возрастет, скорее всего, не вернется, что мне такой будет отпуск 8 месяцев, также быть вместе, друзья мои, и сегодня Бог дал драгоценные минуты, поэтому благодарными сердцами мы будем приходить к Нему в молитве, мы будем благодарить Ему, Его, Господи, Ты дал нам это время, и мы еще будем молиться, Господи, и в этот полдня благоснови нас, Господь, напитай, чтобы долгие годы, долгое время, чтобы по своей жизни мы могли питаться, мы могли стоять, мы могли сохранить все верности, взирая на Твоих мужей и жен веры, взирая на Твое слово, черпая от Него, как от источника, всегда не предстающего, сохранить себя до конца и вместе однажды предстать. Аминь. Будем молиться.